Ребята, здравствуйте! Приветствую вас на канале Апасов, как всегда, с самыми интересными темами и самыми интересными гостями. Сегодня уже традиционно с Евгением Шевченко, народным депутатом Украины, будем разбираться с глобальными, не побоюсь этого слова, новостями, которые на этой неделе случились. Евгений, здравствуйте! Здравствуйте всем! Друзья мои, давайте, пока вы делаете обязательный ритуал, ставите лайк, пишите какой-нибудь приветственный комментарий, абсолютно любой, то, что у вас настроение накипело на душе, как вы рады нас видеть, как вы не рады нас видеть, как вы рады, может быть, видеть кого-нибудь, были бы другого, но смотрите все равно на нас. И раз вы уже сюда пришли, поэтому что-нибудь, да все-таки напишите. Вот, а я за это время сейчас вам попытаюсь, пока вы усаживаетесь, объяснить, о чем мы будем говорить. У нас будут две глобальные новости и новости, которые тоже, с которыми мы живем, но фокус все-таки на первых двух. Это китайский визит, вернее, не китайский визит, а визит Кулебы в Китай. Ну вот, потому что очень много интересного было сказано, очень много, как мне кажется, не сказано из того, что там происходило. Но все это будет иметь большие последствия, мы с этим будем разбираться. Вместе с Евгением, конечно, поговорим мы про Соединенные Штаты Америки. Мы перед разговором, перед диалогом с Евгением обменялись несколькими мнениями по поводу тем, которые будем обсуждать. Евгений говорит, что многие украинцы не понимают, насколько важно говорить про Соединенные Штаты и понимать, что там происходит. Потому что не понимают прямую зависимость от того, какая сила где, как она влияет и какие потом последствия происходят непосредственно во всем мире вокруг. Давайте во всем мире эти последствия будут, это реально так. Так, попробуем разобраться и накинуть некоторые варианты, что будет, если победит одна или другая сила. Также есть новости про этот непонятный нефтепровод, который мы перекрыли для Венгрии и Словакии. Кто это сделал? Почему это сделали? С Евросоюзом, без Евросоюза, давят, не давят, чего хотим добиться? Ну и несколько других уже внутренних новостей. Кстати, между прочим, поймали парня, ну как поймали, задержали парня, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Тоже несколько слов об этом скажем, появляется по чуть-чуть информация. На данный момент там никакой там конкретики нет, но все-таки обсудим. Давайте по порядку. Евгений, на этой неделе министр иностранных дел, господин Кулеба, посетил Китай. Краткую сделаю предысторию, потому что все, в принципе, в контексте этих новостей, что приехал он туда по приглашению именно китайской стороны. Я тогда предположил, что если Кулеба едет в Китай по приглашению китайской стороны, а не просто, они передают что-то через, например, посла нашего Рябикина, значит, будет разговор действительно важный, и от него нужны будут какие-то ответы. Так, собственно, и случилось. По завершению, было из обоих пресс-релизов украинской и китайской стороны, взята одна фраза, что Украина готова к переговорам. Но к каким переговорам? На каких условиях? Вот этого ничего нет. Что хотел бы от себя отметить? Извините за чуть-чуть такое длинное предисловие, но это важно. Что хотел бы от себя отметить? По сравнению с другими международными визитами, и в том числе с диалогом с китайцами, в этот раз украинский МИД подошел достаточно серьезно. Почему? Потому что были даже записаны отдельные видео для китайской аудитории и публики в китайские социальные сети, например, в Вейба, где было обращение непосредственно господина Кулебы, где он рассказывал о развитии украинских отношений и так далее. И после, собственно, уже всего, через несколько дней, господин Кулеба записал видео уже для украинцев, чтобы пояснить какие-то моменты. Я сейчас несколько тезисов оттуда прочитаю. Он заявил, что Киев не прогнется на ультиматумы, идущие от Путина, это естественно. А говорит, что Пекин нерушимо подтвердил свое уважение к принципу и суверенитету целостности Украины. Это снимает целый ряд разных инсинуаций. Также Ван Ис согласился, что нужны не иллюзии мира и не временные решения, а целый справедливый и устойчивый мир. Также было заявлено, что Китай пообещал не поставлять оружие для Российской Федерации. Что для вас этот визит и с какими эмоциями вы после информации, которую мы получили? Василий, во-первых, вы же знаете, что эмоции в политике недопустимы, потому что эмоции в политике приводят всегда к негативным последствиям. Поэтому у меня никаких эмоций этот визит не вызвал. Я просто хочу немножко прокомментировать, чтобы наши зрители поняли, откуда растут ноги и ряд событий, которые были у нас прямо перед носом, они проходили. И вот так просто не бывает. Ну вот вы говорите, что публикация СМИ была о том, что по приглашению Министерства иностранных дел Китая, министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба неожиданно полетел в Китай. Причем хочу подметить, никто не заметил этого, скажу, это точно впервые, тебя в эфире усили. А вы когда-нибудь видели, чтобы Кулеба на таком уровне, такую важную страну, ну с точки зрения геополитического влияния, когда-то летал без определенного сопровождения? Он был самостоятельен, как настоящий субъектный министр иностранных дел. Кто его всегда сопровождал? Догадайтесь сами. Я говорить не буду. Это как бы загадка для наших зрителей. Те, кто анализирует хорошо, они сразу догадались и поняли, о чем идет речь. Это означает, что этот визит отличался от других остальных. Что задачи, которые были поставлены, были прямо пропорциональны тем, которые были до этого. И произошел этот визит, я начну от обратного к началу, после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Помните, да? Недавно был разговор. Это был финальный этап подготовки сугубо физической поездки, не в контексте подготовки предмета диалога, а в контексте организации, самоорганизации поездки на таком уровне в Китай. Потому что с 2012 года, действительно, Кулеба здесь не врет, на таком уровне встречи между Китаем и Украиной не существовало. Вы помните, был такой Худзихай, или как его было, я уже не помню, могу ошибаться, представитель Китая по Украине, был выделен Синдзихином. Или Лихуэй. Или Лихуэй, да. Его еще господин собаковод был такой, у нас случайный бывший мэр Луганска, Данилов, постоянно там оскорблял, хамил ему, и в результате ушел в отставку из-за этого. Он там многим хамил, но именно этот. То есть я был просто такой представитель, клерк малого звена, но так, чтобы встречались министры иностранных дел, такого не было. А теперь вернемся дальше, обратно. А перед тем, как Трамп разговаривал с президентом Зеленским по телефону, к Трампу случайно прилетал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. И о чем-то там с ним говорил. Ну, фактически можем провести параллель о том, что причинно-следственная связь встречи Орбана и Трампа стал вот этот звонок с Зеленским. А еще до этого господин Виктор Орбан прилетел в Вашингтон с Китая, с Пекина. Он прямо оттуда прилетел. И он встречался не с министром иностранных дел, он встречался с Сен-Дзипином. А еще до этого до Китая каким-то удивительным образом он был в Москве и встречался с Владимиром Путиным. И, надо же, такая неожиданность перед Путиным он был в Украине и встречался с Владимиром Зеленским. А еще до этого всего, перед тем, как Виктор Орбан с Китая улетел в Соединенные Штаты, в это же время проходило в Астане мероприятие под названием Саммит стран ШОС. Шанхайская организация сотрудничества. Две были представители Китая, Ирана, Россия. Беларусь приняли в организацию. И как-то там случайно Александр Георгиевич переговорил с представителями Китая. А перед этим поговорил еще с Путиным. А с Путиным Орбан. И вот ни с того, ни с сего появилось приглашение. Я просто вам это все равно сказал, может, кому-то путаницу, для того, чтобы вы понимали, как делается челночная, так называемая, дипломатия, когда рождаются такие результаты. А так просто сказать, сначала было слово, а потом было дело, только сказки пишутся. Знаете, жил-был дед и баба. Была у них там курочка-ляба. Курочка снесла яичко. Так не бывает в политике. Курочка тоже с яйца вылупила сначала. Поэтому до приглашения был проведен ряд работы, которая была всем незаметна. И я подчеркиваю, мы не раз уже об этом с вами говорили. Я говорил об этом и раньше. И у Карасева, и у других эфиров, и пишу в телерам-канал, что ключ к миру, к переговорам, к компромиссу в Украине лежит между субъектами и странами, такими, как А, Соединенные Штаты в лице Трампа, потому что Байден этого не делал. Это, кстати, заметьте, была инициатива Трампа. То есть звонил Зеленскому не Байден, после чего поехал кулеба в Китай, а именно Трамп. Я подчеркиваю факт. Я же ничего не выдумываю, Василий. Вы видите, я только факты говорю. Я пока исключительно слушаю. Я потом буду точнее еще и вопросы задавать. Единственное, чего публично не видели, это разговор Путина с Лукашенко и его там присутствие на... А какую роль вы вообще Лукашенко в этой цепи отвели? Я вот это не могу понять. Потому что кто-то же соединял Китай с Украиной. Вы считаете, Лукашенко? Кто-то же, но... Нет, я так не сказал. Челночная дипломатия она не односторонняя. Не может один человек вот так все это организовать. Но непосредственное участие в том, чтобы прошли переговоры министра иностранных дел одну пятую Беларусь лица Лукашенко сыграла на саммите шосс. Но вы это знаете как-то точно, да? Ну, вот как-то так знаю. Так что ничего не бывает просто так. Я лишь хочу сказать Василий, что субъекты, повторюсь, мы просто я не договорился, Соединенные Штаты, Китай, тот же Иран, та же Турция, та же Венгрия, та же Словакия. Вот этот круг никуда не уйдет. Можно там как угодно увертываться, говорить, что мы с саталитарными режимами, авторитарными не дружим, там нет демократии, это не наши ценности, весь цивилизованный свит, рот и всего. Там у Кулебы руки не в крови случайно, там нет с саталитарным режимом здороваться. Ничего не сделал, чуть не сказал. Я просто помню его заявление по поводу Орбана, с кем он руки сжал. Более с точки зрения логики и философии Кулебы и его партии либеральной прогрессивной, от которой он поставлен министром, это вообще законтаченный политик, если он руку сжал представителей тоталитарного режима, где нет выбора вообще, где нет демократии. Ну, я так, чтобы вы понимали, к чему я это говорю, что политики никогда не говори никогда и не плюй в колодец, потому что водичку потом завтра пить там придется. Вот о чем я говорю. И те политики, которые плюют на всех, им потом не место, им приходится уходить. И остаются те политики, которые были толерантны, сдержаны, которые не переходили на личность и не хамили другим лидерам, другим странам и не указывали, каким жить. Потом у нас в ревно в своем глазу не видят, а Соломенко в чужом находят. Это честно. я про то. Евгений, смотрите, давайте возьмем вот эту конструкцию, которую вы нарисовали причинно-последственных связей. Будем считать, что вот так оно происходило. Кроме Лукашенко мы остальные контакты сами все видели в очередь. У меня вопрос. Василий, я поясню. Давайте, ладно, я открою источник, я поясню. Я просто видел заявление Путина на какой-то там небольшой конференции и там был разговор о Лукашенко и об Украине. Я из контекста понял, что Лукашенко Путина уговаривал, что нужно провести, чтобы это все было. И там все согласовывалось, ну то есть, грубо говоря, грубо говоря, так нельзя, конечно, сказать, что там. это поездка, как у Леба, она была проинформирована и согласована даже тоже с Москвой. То есть, это не просто так все. Потому что контакты Китая и Москвы, они достаточно плотные у них. Там без этого никак. Там все согласовывается. Чтобы просто они бы не питали иллюзии, что там кто-то того-то предал, там без того. там. Потому что когда... Я к этому даже не подводил. Потому что когда в контексте кто-то говорит, что Китай заявил о том, что в них они уважают нашу территориальную целостность, суверенитет, да, это так и есть. Но потом есть но и запятая. После чего нам ничего не говорят, что же они говорят дальше. Я примерно догадываюсь, о чем где-то там речь. Не будем сейчас в эфире наводить ведьм на плетение. Наш министр еще. Но есть определенные нюансы. И вот эти нюансы они очень важны. Ну, публично не звучит. Поэтому, кстати, у нас в Украине, да, не только в Украине, наверное, это во многих странах есть такая традиция уже делать две повестки. Одну внутреннюю, вторую внешнюю. Из детства. Для своих одно, а для других другого. Да. Ну, практически, да. Ну, если коротко вот сказать мнение свое по Лукашенко, например, у меня больше всегда складывается впечатление, что из-за дружественных и плотных связей Российской Федерации и Беларуси очень часто Лукашенко просто подвязывают в новостной повестке к каким-то важным событиям для того, чтобы придать ему в мире дополнительной значимости. Но это такое, это мои личные ощущения, я не претендую на то, что эта версия является фактом. Смотрите, я хотел спросить другое. Вот мы разбираем сейчас определенную конструкцию визитов и причинно-следственных связей, которую вы провели сейчас такую линию. Кто являлся главным инициатором данного процесса и с какой собственной мотивацией? Есть разные варианты, то есть, например, Украина в диалоге с Венгрией договорилась о том, что нам нужна помощь Венгрии непосредственно Орбана для того, чтобы он совершил такие воежи и со своей стороны поспособствовал выходу на диалог с Китаем и последующим мирному диалогу. Вариант раз. Москва попросила дружественную страну Европы, премьер-министра Орбана для них, для того, чтобы он взял инициативу в свои руки и постепенно как-то выйти на переговорный трек, опять-таки, для того, чтобы заканчить войну. Европейскому Союзу абсолютно надоело, это третья вам версия война, и они понимают, что ни один из политиков таких, как французский Макрон либо немецкий Шольц не может себе позволить сейчас поехать в Москву для того, чтобы провести диалог с Путиным, потому что потеряет в рейтинге, а у Макрона его и так уже практически не осталось, да его, может, там и видеть не хотят, поэтому была выбрана кандидатура Орбана, его якобы публично все придали обструкции, однако он выполнял миссию непосредственно Евросоюза, проехав этим челночным. Еще одну вам версию наброшу про Китай, что Китай выбрал самого подходящего европейского политика, заранее договорились к чему это должно привести, к визиту украинских представителей и запустили его, Орбана, по этому треку. Чего вдруг Орбан начал это делать? Точно не гуляш, он ел и вдруг пришла ему мысль. Так, а здесь достаточно все очевидно и прагматично. Во-первых, мы забыли сказать про страну, в которой все это происходило, где окончательно было принято решение, это Казахстан. И там еще роль Такаева. А Такаев и Казахстан это ближайшие соратники. Вы видели, как встречались Сен-Зипина в Астане? С какими почтами? У этих двух стран подписан очень серьезный договор о взаимном сотрудничестве стратегическом. Конечно. Причем интереснее договор, чем у России с Китаем. Это аналог союзного государства Британии и Соединенных Штатов. Они к этому идут. То есть там не только экономическая операция, но там уже и военная взаимопомощь. Да, у них есть военная взаимопомощь, также прописанная. Это, кстати, не с многими у Китая такое есть. Да, это очень близкие партнеры, союзники. Поэтому вот все это не без Казахстана обошлось. Хорошо. А вот вы, Василий, не вы, не будем. Я не буду на вас, это ваше право говорить вашу версию. Многие у нас в Украине и политики, прежде всего, они постоянно хотят обесценить роль Лукашенко вообще. Вот они просто его... Я ее не хочу переоценить. Не, 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 Евгений, смотрите, тут надо очень важно понять, что я конкретно имею в виду. Василий, я же не про вас говорю. Я же не про вас сказал. Нет, просто я до этого сказал про Лукашенко, поэтому ко мне это тоже относится. Вот происходит оно так. Но это не потому, что я там хочу его обесценить, а потому, что мне кажется, что его переоценивают. У него есть одно, то, чего нет у другого. У него есть такие отношения, как у Такаева с Индзипином. У Беларуси такие отношения с Россией, как у Китая с Казахстаном. Вот и все. Вот нет у него в этом мире отношений таких, как у Лукашенко с Россией. Даже не с Путиным, с Россией. Он там с каждым губернатором встречается. Его знают, я не знаю, он по рейтингу там скоро Путина будет обгонять в самой России. Если уже не обгоняют. И в этом его есть как бы фишка, знаете, вот именно в этом. Его роль именно в этом заключается, что, ну, я не буду сейчас цитировать Путина, то, что он сказал, да, ну, там как бы шлось так, вот если бы Лукашенко там вот имел влияние какое-то там в Украине, то мы бы точно и эти люди, руководствуются национальным интересом Украины, мы бы точно нашли взаимовыгодные компромиссы и для Украины, и для России и вышли бы с этой ситуации. Это вот буквально вчера он говорил. Ну вот, я вам цитирую, не дословно, но вот по смыслу, можете найти. И все из этого уходят. И Минск-1 был, и Минск-2, и даже переговоры, которые я организовал, они почему-то были в Беларуси, а не в Британии, не в Лондоне, в Джонс-Ник же их организовал, понимаете? Можно как угодно к нему относиться. Еще раз говорю, можно как угодно, но факты, вещь упрямая, Василий. Нет, бог с ним, это все равно никаким образом не меняет мой вопрос, то есть, откуда ты взял? Я не буду сейчас повторять, что мы до вот этого 22-го года больше 50% всего топлива, дизеля, бензина постреляли в Беларуси. Сколько мы постреляли в Битуме, все эти великые обудовательства, все было поставлено на битуме в Беларусском. Более того, все запчасти военные, которые шли к нам, намазы, военные машины до 22-го года, это все было в Беларуси. Даже когда у нас было АТО и конфликты России и анаксия Крыма, а Беларусь нам поставляла военные запчасти к военке нашей. Поэтому многие же не знают всего. Давайте вот, мы как-то обострились на тему Беларуси, на самом деле, она же вопрос Китая. Клево. Я ее дальше не вспоминал, это вы как-то вспомнили. Смесили фокус, мы, да, внимание туда. Давайте все-таки опять, откуда взялся этот трек? Кто его, скажем так, замотивировал? Смотрите, еще раз, этот трек был получен в результате в результате, как это, переговоры, это в результате диалога между Орбаном, который частенько стал летать в Казахстан и Токаевом. Ну, не забывайте, мало кто знает, мадяры, бенгенгры, они вообще имеют принадлежность к тюркскому народу по своему происхождению, от того у них язык такой не похож. И когда был съезд тюркских народов в Казахстане, там были представители Турции, Азербайджана, Ирана, то там как раз и был и пример министр Орбан, то есть Венгрия тоже туда приезжает, они себя считают, что они пришли именно с Азии, вот в Европу, ну, исторически так, они себя считают такими родственными народами с тюркскими происхождения. И это, кстати, отражает немало важных факторов. Вы понимаете, ведь сейчас идет трек, такой тренд внутринациональной политики. Почему правые там поднялись в Европе? Потому что вот это все глобализм, интернационализм, левый, притом леволиберальный, который достаточно стал агрессивным, многие перестали воспринимать и развращивать свой курс на внутринациональные проблемы. Так вот, это же очевидно, неужели не понимаете, что те лидеры стран, которые решат вопрос, ну, скажем так, нейтрализации конфликта в Украине не допустят Третьего мирового ядерного апокалипсиса, получат самые огромные экономические и политические выгоды в плане своего влияния стран. Вот Венгрия, Словакия, она почему так, почему вы говорите, Евросоюз договорился, то есть такая конспирология, послал Орбана, чтобы от себя отвезти, а он типа что, канализация? Он канализация, он громадвод такой получается, да нет, Орбан человек достаточно серьезный. Вот эти маленькие, скажем так, это не значит, что Орбану это невыгодно. Маленькие ноунеймы, которые его осуждают, кричат, там их вообще никто не знает, даже в Европе. Орбана знает все в Европе. А те, кто постоянно на него тявкают, осуждают его, это то же самое было, когда я ездил к Лукашенко, мне там вся Верховная Рада ноунеймы тявкали, гавкали. Вот как-то можно с диктатором там руку жать, а как можно теперь в Китае ездить? Да вы скоро все будете им руки жать. Вы скоро все будете, когда вы поймете, что вы просто, блин, не политики, вы просто не поняли, что политики нет эмоций, в политике есть государственный интерес, интерес народа. И он не выложен цветочками, пахнущими дорожками, и там политика грязная вещь. Политика это постоянно поиск компромиссов и поиск возможностей для того, чтобы не было войны. В принципе, наивысшая цель любой политики это предотвращение и запущение войны со времен древней Греции. Согласен. Поэтому Казахстан и Венгрия и Словакия, просто Фицца выпал из этого процесса из-за того, что на него было покушение. Он бы, поверьте мне, тоже там активную роль играл, он играет сейчас. Они получат экономические преференции как от Китая, так и от России, если в результате это все будет прекращено и будут с точки зрения скажем так, экономического роста на фоне других европейских государств будут расти. Но это восстановление ментальной, такой исторической Гапскурской империи, Австро-Венгрии и Австрии, между прочим, Осирии, очень тихонечко сидит за ним там давно уже в запасе. Она просто себя не показывает, еще не проявляет. Но поверьте мне, союз, политический, неформальный союз Австрии, Венгрии и Словакии давно сформирован. И они будут антанты, антанты, они будут все равно противостоять политически. Именно поэтому Евросоюз, помня это все, понимая, что была такая Гапскурская империя, которая там наводила шорох. И не дай бог к ним присоединиться Германия в политическом смысле будет поддерживать. Вот почему им надо было Урсулу фон дер Ляйен туда всунуть, потому что она представитель глобалистов. Вот им просто это было жизненно необходимо. Но я не уверен, что она до конца срока досидит там. Там еще могут быть изменения. Ее перезбирать могут очень легко даже. Поэтому это все посмотрим, чем закончится. Но вы должны понимать, что нынешняя ситуация в глобальном смысле, в мировом противостоянии с изменением глобального мира, с падением даже не авторитета, а мощи экономического и политического влияния Соединенных Штатов. Это видно по глобальному югу. Перестали им подчиняться. Всем надоела диктатура одного гегемона. Это все продолжение Первой мировой войны, Второй мировой. И сейчас это все то же самое. Все те же границы, те же интересы. Если мы посмотрим карту мира, прочертим границы и интересы сухопутные, морские, транзиты, как логистика происходит. На самом деле, честно говоря, геополитика, она же всегда идет за что? Петр Первый куда окно прорубал в Европу? Для чего? Ему нужен был Балтик и выход. Поэтому он воевал в Карелии, в Финляндии. Это и нужно было ему. Когда-то нужно было прорубить Босфор, чтобы выйти в Средиземное море. Поэтому войны с Турцией были. Еще даже Ярослав Мудрый блокировал в те времена еще. То, что мы посмотрим, Китай постоянно живет в своей единый шелковый путь, который тоже должен через Украину проходить. Все идет за логистику. Это как бы на фоне того, что сейчас растет население в Азии, в Африке, природные ресурсы иссякают. Мы видим это уже сейчас. Леведы лес, продуктов питания становятся не больше. Даже там люди применяют новые технологии, но все равно климат меняется, засуха, дождей мало, и мы видим то, что население Африки и Азии растет. То есть это все борьба за выживание, борьба за место под солнцем идет. Хотите ли вы этого, не хотите, вы их ценности не остановите, не прикрасите. Я имею другие ценности. Демократия, свобода, мнимая, ЛГБТ, всякая чушь полная. Такой собственный узколобый маленький эгоизм. Так не будет. Все равно мир кучковаться. В Европе своя будет кучка политическая, в Азии своя. Тут же еще что получилось, если так разобраться, в глобальном смысле, что в принципе мы сейчас перейдем к Америке. Или мы закончим с Кулебой. Мы сейчас вернемся немножечко, чтобы закончить первый трек. Хорошо, тогда я не буду к Америке переходить уже к этому глобальному. Я просто про Кулебу. Мы с вами поговорили о форме. как прошло по нашему. От вас я понял, что инициатором является Орбанг. Я не просто это считаю, я просто это знаю. Окей. Что это его инициатива, именно поэтому его и осудили, и вынесли резолюцию все страны. Потом неожиданно нефтепровод перекрытый был. Это же не просто так, это же наказывает за самодеятельность. Как же ты там оторвался от коллектива, с нами не согласовал. То есть нефтепровод перекрыт это в помощь Евросоюзу, грубо говоря, да? Не без этого, конечно. Не без этого. Это, во-первых, это инструмент для, как это у нас привыкли называть, для улучшения переговорной позиции. Ну, они там нам заплакировали в ответ деньги выделения Северописка Союза. Не знаю, чем это все закончится, но будем посмотреть. Что касается предмета переговоров, я так понимаю, что Кулебе было достаточно тяжело, трудно, раз он три часа вел переговоры. Говорят, более трех даже, более запланированного времени. Без перерыва, наверное, там, да, это достаточно тяжело. Что они там пытались сделать, я так понимаю, что была поставлена задача максимально оторвать Китай от России. думаю, что вряд ли что-то получилось, кроме определенных стандартных заявлений. МИД же, он же всегда такой, знаете, клише стандартный. Я думаю, что Дмитрий Куребе из-за своего личного такого менталитета не удалось раскрыть с Китайцем, потому что понимаете, вот эта либеральная политика, нога на ногу, костюмчик, сигара, это, ну, это не Британия. Восток дело тонкое, я уже говорил уже не раз вам. Китайцы очень долго обхаживают человека, прежде чем они начинают перед ним открываться. Но если вы уже добьетесь расположения, то более надежных партнеров вряд ли найдете. Восточные люди все, я сейчас не за Китай, а вообще за Восток, за Азиату. Почему многие, вот даже считаю, что Азиата все такие, ну, они просто сами не понимают, их не открыли себя для них, а они для них. Они такие люди недоверчивые и в силу того, что европейцы были колонизаторами, в принципе, в Азии много веков, столетий, приносили много неприятностей тем народам. Ну, не будем вдаваться, да, там подробности, вы понимаете. давайте уйдем. Вот этот менталитет недоверия к белым лицам европейцам, он сформировался столетиями. Поэтому, когда приезжает новый белый человек, европейц, ему понадобится очень много времени для того, чтобы они поверили ему. Но если поверят, это все. Поэтому, поэтому, видите, у нас со связи, поэтому вот Казахстану, такая, очень легко, очень легко удалось найти общий язык с Китаем, потому что они азиаты все. Причем, вы должны знать, что Такаев говорит на китайском языке. Этого я не знал. Он владеет китайским языком. Кстати, знание языков очень важно, когда вот идет напрямую диалог. Да, и думаю, что Кулеба получил от китайцев определенные сигналы. Думаю, что они неоткровенные, неоткрытые, они, скорее всего, такие, тоже формулы таких. И эти формулы связаны лишь с одним. Если вы что-то даже и хотите, то никакого другого пути, кроме как садиться за стол переговоров с Россией, не существует. Любые форматы справедливого мира, китайцы не воспринимают их. Они думают, что это все от лукавого немножко. Потому что можно сколько угодно кричать про справедливый мир, а на фронте у нас пока фронт движется на запад, не на восток. Понимаете? Хотя медленно движется как бы там. Так, у нас небольшая проблема со связью была. Кулебе? Сырского, да, он говорил там. Еще раз, у нас что-то со связью, секундочку. Да, Евгений, на что-то со связью было. Сейчас нормально. не Сырского, нет. Заявление, даже Кулебе, когда он вернулся, он, по-моему, там сказал, что мы там ни пяди земли не отдадим, никогда не согласились и так дальше. Так вопрос же сейчас не в том, что не отдать землю. Никто не хочет отдавать. Вопрос в том, как ее вернуть. Ну, у нас ее забрали. Говорить о том, что мы не отдадим то, что у нас забрали, ну, это как-то нелогично. Потому что у нас его по факту забрали. И если он имеет в виду то мы не признаем, что эта земля уже не наша. Это другой разговор. это я имел в виду. Но тут же идет некая такая, понимаете, подмена понятий и манипуляция сознанием людей. Потому что, когда человек говорит, мы не отдадим, он, типа, свой, он не предатель. А если мы отдадим, это предатель. А я ставлю по-другому вопрос. Не вопрос, никто не хочет сдавать. Вопрос в другом. Как мы вернем территорию, хотя бы часть. Есть такая возможность у нас? Я считаю, что есть. Я в этом убежден. и эта возможность лежит в плоскости политического компромисса. Вот и все. И для того, чтобы после какие-то реальные процессы, нужно просто начинать эти процессы. А не еще ждать, пока там в России что-то поменяется. Но мы можем так долго ждать. Давайте выберем этот путь. Давайте подождем, пока там Путин умрет лет еще через 20. Я не знаю. Завтра придумают ученые. У них уже там, по-моему, рассказали, вакцину от рака придумали. Завтра придумают бессмертие. Все Ротшильды и Рокфиллеры вкладывают миллиарды долларов в поисках бальзама бессмертия. Завтра найдут, Путин купит за свои миллиарды и будет править там тысячу лет, пока помрет. Помните, как все четко. Я очертил круг субъектов государств давным-давно. И Василий, я не помню, даже до этого полномасштабного вторжения, как называют, до войны, простыми словами, я тогда говорил, не ищите, не ищите помощи в смысле политической, я не про военную помощь, политическую, когнитивную, эмоциональную у врагов Путина, ищите у друзей Путина помощи, ищите у Лукашенко, у Такаева, у Сен-Дзимпина, у того, в том же Иране, даже если вам они не нравятся, даже если они вам вообще там тоталитарные режимы и с ними там будешь законтаченым. Знаете, с точки зрения политической, главный результат, а как ты это сделал, никого не интересует. Вот люди сидят, слушают и говорят, да нам плевать, что там рассказывается, вы нам сделаете, а что обещали? Вы нам обещали мир нам, давайте. А с кем вы там будете руки сжать людям по барабану? Нет, конечно, есть у нас люди особенные, в этом смысле, которым вот важно вот таки так, битший на яг, вот с изграда, ну и всю жизнь, всю жизнь, чтобы потом вернуться в 1654 год. Понимаете? Я про это. Евгений, давайте завершим эту тему одним вопросом. Какие дальше должны быть действия? Вот что вы ожидаете дальше увидеть после этой встречи Кулебы и ВНИ? Я так думаю, что Дмитрий Кулеба привезет домой на родину домашнее задание какое-то с точки зрения Китая не может давать задание, ну вот он, ему мессенджер накидали, и теперь нужно будет решить определенные, принять политические решения, те или иные. И как эти политические решения будут приняты в офисе президента, пойдут ли они частично какие-то, найдут ли компромисс другие, какие-то другие, или какие-то третьи варианты, которые устроят одну-другую сторону, так этот процесс будет двигаться. Если будет сказано нет, нас это не устраивает и будет очередная там вот Яки-таки по-иншему и не я, то это все трек заглохнет и мы будем опять ждать, как разрешится все в Вашингтоне. Потому что нельзя и не нужно отключать. Вот зрители должны понять, мы не просто смотрим за выборами между демократами и республиканцами. Потому что это напрямую, непосредственно, вот прям как в Конституции нашей, как говорится, имеет силу прямого действия. Вот так и Соединенные Штаты имеют силу прямого действия на нашу с вами жизнь. На политиков, на власть, естественно, как причинно-следственная связь между этим, на вас лично. Поэтому это важно и мы будем за тем следить. И Вы нас не отвлекайте, пожалуйста, всякими там вопросами своими. Вот Вы сделайте так, чтобы у нас свет был. Это вопросы Путину. Свет нам Путин выключает. Это не мы выключаем. Я, кстати, поражаюсь вот этим фейком, которые разносятся. Вот, у нас электричество нет, а Вы в Европу электричество продаете. Это перетоки. Это перетоки. Ядерный реактор работает всегда в одном максимальном режиме. Потому эти максимальные режимы, они дают такую себестоимость сумасшедшую, что электроэнергия самая дешевая, казалось бы, атомная, превратилась в самую дорогую. Потому что нет балансирующей генерации, которая была до этого, тепловая, ее полностью россияне уничтожили. И да, мы получаем импорт, притом этого импорта может не хватать, а потом, когда ночью все выключается, благоприятные дни, у нас бывают излишки, когда просто не потребляют. И когда излишки не потребляют, для того, чтобы сбалансировать, вернуть назад, не платить за эту электроэнергию, которую мы получили по импорту от Европы, мы обратно ее качаем там час, два, три, может двери токов быть. Но это не торговля электроэнергией. Успокойтесь, люди, вы просто не понимаете, как работает энергосистема. но это же есть такая формула, я ее скажу, электроэнергия все понимают, о чем я говорю. Электроэнергия это единственный товар, Так, Евгений, у нас опять какая-то заминка. Подождите, подождите, если вы меня слышите. Так. Потому что, Евгений, Евгений, вы меня слышите? Ну, что ж такое. Так. Как связь? Слышно меня? Я тебя слышу, но пока пауза в этом забрали. Я переключил на другой Wi-Fi. Может, сейчас лучше будет. Это, скорее всего, у меня. Слышно, прям хорошо стало, а вот картинка по чуть-чуть начинает восстанавливаться. Придется вырезать, Василий. Ну, вырезаем, ничего страшного. Сейчас, о, сейчас пусть настроится, потому что на чем мы там остановились? Где у нас там приходилось? Мы остановились на том, что вы сказали, каждый электрик знает формул. А, все окей. О, отлично. Давайте тогда паузу. Все энергетики прекрасно понимают, что электроэнергия, как продукт, это единственный товар в мире, который в одну секунду производится и в ту же секунду употребляется. Понимаете? Потому что мгновенная передача идет. Вот только киловатт произвели, тут же его потребили. А то, что не потребили, его произвели, топливо сожгли, а оно в воздух ушло. Просто осталось в линии. Оно никогда не делать. Потому что для того, чтобы потребление, когда потребление уменьшается, уменьшить производство энергии, нужно уменьшить нагрузку, убрать топливо. В атомной энергии это приводит к Чернобылю. Испытание Чернобыля к этому привели. Пытались балансировать атомную энергию. А тепловая у нас отсутствует. И гидро тоже там, запорожская все закончилось, понимаете? С ветряками та же самая история. Они не регулируются. Они тоже в режиме там вообще по-другому. Ну, в общем, суть к чему говорю. О том, что мы здесь живем фейками всякими. И не нужно этим жить. Электроэнергии и всем остальным. Вот. Я сбился с мыслью. Мы про все говорили до электроэнергии. Мы завершали историю трека с Кулебой и Китаем. И я хотел от вас просто единственное услышать, ну, собственно, уже услышал, что Кулеба должен привести какие-то определенные месседжи из Китая и условия или видения. Домашнее задание. Домашнее задание. Меня вот такое интересует на ваш взгляд офис ли примет их? Очень сложно. Очень сложный вопрос. Тем более, знаете, тут надо вернуться в Соединенные Штаты. До того, как Байден не сошел с дистанции предвыборной, о чем, кстати, вы постоянно, Василий, я подчеркнул, настаивали, что вы думали, понимали, вы чувствовали, вы оказались правы, он сошел. Хотя я говорю, что это не столь важно для меня. Уйдет он и уйдет. Но это уже показало одно, что Трамп фактически Байдена победил. Все. Трек Трамп-Байден закончился. Трамп вышел победителем. Потому что Байден сошел с ринга. Ну, когда боксер второй уходит, засчитывается победа кому-то, кто остался в ринге. Кто не вышел, тот засчитывается поражение. Но бой не состоялся. Бой не состоялся по причине того, что противник отказался. А это как бы отказ, это и поражение. Спортит так. Тут же другая ситуация. Евгений, тут же другая ситуация. Давайте, пожалуйста, я отвечу на ваш вопрос. Как это связано? Да, да. Согласиться или нет? Если бы Байден не ушел, уверен бы и согласился. Сейчас не знаю. Потому что фактор Камалы Харрис, он внес немножко коррективы, и теперь у нас многие начали сомневаться. А выиграет ли Трамп? А вдруг выиграет Камала Харрис? Как будет дальше? Понимаете? Что в этом случае делать? Я не зря написал сегодня пост в Рамканале. Надеюсь, вы потом поставите ссылочку. Где я сказал, что у многих булки на заднице раздвоились между двумя стульями. Что же делать? Куда бежать? С кем сотрудничать? С кем говорить? Чтобы не попасть в просто... Или дистанцироваться? Если бы не было войны, была бы нормальная ситуация, лучше выход, конечно, дипломатически дистанцироваться, и это ваше как бы там... Кто будет у вас, тем будем работать потом. Поэтому мы не вмешиваемся. Мы тоже не вмешиваемся, но мы наблюдаем. А наблюдаем мы, потому что нам... Жизненно важно. Мы хотим перемен. Народ хочет перемен. Это я чувствую, как политик. Люди хотят, большинство людей уже хотят какого-то выхода логического. Люди хотят, чтобы наступил все-таки мир. Причем мир не просто как капитуляция. Я хочу просто внести коррективы и понять людям, что есть мир, а есть капитуляция. Что есть условная партия мира. даже так, партия войны и партия мира, которая строит свою... хочет построить своим взаимоотношениям на компромиссе. А есть, есть партия капитуляции. Есть и такая. Поэтому не путать меня с партией капитуляции. Я с партией мира. Я говорю условные партии. Не институционализация какая-то как юридическое лицо. Нет. Я имею в виду, что существует в обществе запрос на политиков и партии мира. И существует уже мнение. И это однозначно. И запросы уже показывают. И скрытые можем уже посмотреть. Мы видим тенденции. То есть мы видим тренд. Главное в политике видеть и чувствовать тренд. А не запрос. Они все равно увеличатся. Все равно будет большинство за мир в итоге. Ну, партия войны проиграет. И партия капитуляции как партия скептиков она тоже проиграет. Выиграет все равно партия мира. Я в это верю и на это настаиваю. Смотрите, вот заделим уже все-таки тему Соединенных Штатов. Мы сейчас на нее будем переходить. Даже уже перешли, наверное. Вы сказали, что если бы был Байден, скорее всего согласились бы, а вот с Камалой Харрис не уверены. В чем, на ваш взгляд, отличаться будут в рамках одной демократической партии курсы Байдена и курсы Харрис? Давайте в случае, если Харрис победила. Давайте так. Демократическая партия неоднородна. И если мы будем смотреть на президентов демократической партии в разные периоды, ну, допустим, когда анонсировали Крым президентом Соединенных Штатов был представитель демократов Барак Обама. Да. Правильно? Барак Обама как-то очень скептически относился к ситуации и ничего не делал для того, чтобы Украина там силовым вариантом тогда Крым отстоял. Он боялся конфликта прямого с Россией и не допускал его. Мы это можем с вами узнать из тех разговоров, которые были опубликованы, когда Байден разговаривал с Порошенко, по-моему, когда он был вице-президентом еще тогда у Обама. Он же говорил, что мой президент не дает мне. Я бы вам дал оружие, я дал бы все, но мой президент не дает вам этого делать. Поэтому, в принципе, противостояние с Россией это история Байденовская, потому что Байден в политике 50 лет и он еще помню, там Ромыко встречался полностью. Вот эта ось зла, доктрина Монроуа, он ей живет. Доминирование, монополярный мир, он такой, какой он есть. Он это двигал и двигает. И, в принципе, политический режим, который уже 10 лет в Украине, это есть детище в принципе Байдена. Он этот политический режим со своими соратниками, демократами, ну, скажем так, создал, контролировал, помогал, делал все, чтобы этот политический режим создался. Сейчас трек политически меняется в Соединенных Штатах и в Европе. И ситуация с войной усугубила эту ситуацию. Трек меняется, люди видят, что, ну, слишком дорогой ценой это все происходит. Для нас, в первую очередь, для Украины. Слишком дорогой ценой. Мы платим за это слишком дорогую цену. Они платят деньгами, а мы платим людьми. С уходом Байдена ушла целая эпоха, потому что в Украине некоторые политики, остались, так сказать, беспризорниками. Без должной политической опеки, которую я обеспечивал за все эти годы им, в принципе, Байден. если мы вспомним разговоры Порошенко с Байденом, когда он был вице-президентом при БАМе, он говорил, что я бы вам дал оружие, я бы вам все дал, но мой президент не дает мне этого делать. Он не хочет эскалации прямого конфликта с Россией. Ну, тогда имеется ввиду, чтобы Украина не воевала не через прокси, там, ДНР, а в прямое столкновение. пришла о Крыме. Потом мы можем вспомнить еще историю, когда Байден, будучи вице-президентом, снимал генерального прокурора Шокина. Помните? Этот сын там должен уйти и на кону стоял миллиард помощи финансовой Украине. Помните? Вот, Шокину пришлось уйти, Порошенко вынагировал. Это была деятельность как раз Байдена. Поэтому этот режим, политический курс, он напрямую связан с Байденом. И его уход это начало ухода этой эпохи. Конечно же, Камала Харрис и в случае своей победы она будет поддерживать президента Зеленского. Конечно, она будет делать все, чтобы политический курс Украины сохранился. Но я боюсь о том, что могут быть коррективы некоторые. Они могут ставить ставки уже на другого кандидата. В том числе и на Кличкова. Я слышу его заявления. В том числе могут поставить на того же Разумкова. Не думаю, что они будут ... Это очень разные кандидаты. Ну, главное, чтобы они поддерживали курс, который устраивает демократов политически. Насколько я вижу риторику, мне кажется, что их риторика в конве как раз демократов и лежит. Может, ну, вряд ли они будут вытягивать из Нафталина Петра Алексеевича с его зашкварами там и всем остальным. Поэтому, ну, вот где-то где-то вот так это будет. Насколько будет высока вероятность, я все-таки отдаю предпочтение Трампу. 90 на 10, что будет Трамп президентом выиграть. И то, что я уже сейчас вижу, такие наметки, как будет проходить сама технология против Байдена, как она будет строиться, ну, это будет такой по приколу а-ля-ля-ля-типа Притулы и а-ля-ва Корчука. И закончится она плохо для демократов, потому что мы скоро увидим с вами дебаты между кандидатом от республиканцев Трампом и возможным кандидатом, опять повторяюсь, Камалой Харриф, потому что она таким не является. В первых числах августа будет решено. Вот когда будет принято решение на съезде демократов, тогда мы будем назвать ее так. А пока она кандидат в кандидаты от Демократической партии Соединенных Штатов на пост президента США и действующие веще-президент Соединенных Штатов. Но если условно даже будет она, то мы увидим состязание серьезных обвинений политической стороны со стороны Трампа в адрес той политики, которая сейчас действовала. Я думаю, будет то же самое, потому что Камала Харрис как одно целое, как атом одной молекулы с Байденом. Насколько я понимаю, политехнологи хотят отделить ее, дистанцировать. Более того, вы слышали, да, за этот трек придуманный такой новый образ, не помню, как по-английски, но в русском звучит как которого якобы она такая молодая, молодец, и они хотят таким образом перетащить на свою сторону молодых, молодой электорат, который, кстати, так же, как и у нас, на выборы не ходит. Но вот есть такое, это очень логично, потому что когда было два кандидата Байден и Трамп, республиканцы внесли свою лепту в его сход с дистанцией тем, что они говорили, что он очень старт. Нет. Ну, это было как бы правда, они не говорили, что он был очень старт, никогда в жизни Трамп так не говорил. Он говорил о том, что он неадекватен, что у него как бы когнитивные проблемы. Но это не зависит от возраста. Я вам хочу сказать, что Марьяна Безуглая страдает теми же проблемами когнитивными, и при том ей столько, 33 года ей. Так что возраст здесь ни при чем. Понимаете? Тут как бы либо нормально скогнитивка, либо ненормально. Поэтому давайте не будем обижать старшее поколение. Как говорил один мой знакомый президент Беларуси, старыми станем все. Поэтому не надо на людей преклонного возраста плохо говорить. И как-то надо ни в коем случае к ним относиться. Старших нужно уважать. Это мудрые люди, прошли жизнь, к ним нужно прислушиваться, к ним советам. Но если человек потерял способность к управлению, то, извините, но это вопрос как бы субъективный, личный, а не касается целых поколений. Физиология. Физиология, ничего с этим не поделаешь. Ничего не поделаешь. Так вот, я вернусь к технологиям политическим. Я думаю, что это ошибочная технология, построенная на поприкол. Камала Харрис есть особенность, она очень такая заводная и очень открытая и ярко смеется. тех, кто наблюдали ее, просто сейчас, только сейчас наши будут зрители обращать на нее внимание, обратите, как она смеется. Это ее как бы такая фишка, и они хотят построить технологию именно на этом. Она такая оторва, слегка, что значит образ оторва? То есть, такая немножко ныряшливая, одета немножко в таком молодежном стиле. Поняли, да, к чему они говорят? То есть, она вот схожа на молодую, ей 59 лет, но она там по 25-летних как-то себе подстраивает. То есть, технологи с нее начинают лепить такой образ. И еще самое важное, что я вам скажу, о чем я не смог, у нас там были перебои с электроэнергией, будет там, зрители заметят, наверное, эту проблематику, но это не важно. Не важно. Вот вы мне спросили, а чем будет отличаться политика Камала Харрис от Байдена? Ничем. Байден, он был более самостоятельный игрок, потому что он выстрадал свою политическую карьеру. Он 50 лет в политике. А Камалу Харрис, видно, что ее кто-то ведет, что она не то. Ну, вот коллективные спонсоры, коллективные решения принимают демократы там. Она не того уровня политиков. В смысле, вот, может, она им станет? Вряд ли. Вот, даже Джеймс Вэнс, Вэнс, молодой, но он там с простой семьи вышел там. Вот его, мне кажется, в нем больше даже потенциала такого прирожденного политика, чем вот Камала Харрис. Есть такие люди. У вас тоже же не сам по себе так высоко, быстро и прыгнул. Его же тоже провели за руку. Знаете, ему никто образ не рисовал. Если мы просмотрим всю политическую карьеру там Камала Харрис, она везде, у нее все совпадало. смотри, женщина, там, латиноамериканка, там, есть у нее там американские крови, индусские крови, вот тут она прокурор, понимаете. Вот, все унесу слишком хорошо. Вот она в тренде, молодежно, вот теперь она оторва, вот, как у нас был такой тренд еще, Принакович, вот парень, парень рубах, вот она будет девочка, юбочка наша, понимаете, вот в этом смысле. Ну, в хорошем, в хорошем смысле. Я не говорю ничего, мне вот интересно еще. Ну, она столкнется, Василий, она столкнется на дебатах с серьезным политиком, который, как самородок, который себя тоже построил сам. Хотя у него отец тоже был бизнесмен, то есть у него там крови хорошие, у Трампа он тоже, ну, у них, в принципе, традиция семейная, они продлеваются, я не поспорю. Но он, вот, кстати, почему, почему демократы его боятся? Потому что он самостоятельный. Они говорят, он неадекватный, не так. Он непредсказуемый. Он может что угодно. А им нужен кто? Демократа, управляемый. Чтобы вот этот коллективный олигархат международный управлял всеми процессами в мире. Они не хотят, а поэтому они не воспринимают Орбана, Лукашенко, там, все вот такие политики, которые самородки, которые делают самостоятельные поступки. Для них они кажутся, они для них кажутся неуправляемыми. Потому что они хотят управлять, сидя в тени, серые кардиналы. Поверьте, наша система олигархическая, которая уже все, мы уже обломки, мы находимся на обломках этой системы, которую выстроил еще Кучма, она была построена а-ля Соединенные Штаты. Просто там олигархат был международный, глобальный. Глобалисты это те же олигархи. И нам навязали, что нам сказали, что в итоге наши олигархи это плохо, а вот глобалисты олигархи хорошо, олигархи плохие и те и все. Лучше, когда, как по конституции, когда народ управляет свою волю, и люди, которые пришли к власти, выполняют свои обещания, эту волю, на которой их избрали. Зачастую, почему люди разочарованы в политиках? Откуда взялся тренд по Зеленскому? Потому что то, что говорил Петр Алексеевич, он не выполнил вообще. И Зеленский вообще пошел к другим курсам. Да, и выполнил много того, чего даже и не надо было. Евгений, смотри, давайте сейчас попробуем, разберемся, сделаем так вот, это не блиц, но около блица. Я вам просто буду задавать вопрос, а вы постарайтесь очень коротко ответить о отношении своих к тому или иному политику. То есть вы сказали, что Байден это политик, которому уже 50 лет, он был самостоятельный, мощный игрок, но он вам не нравится. Почему? Ну, потому что он не предотвратил войну в моей стране. Я мог. Все, хорошо. Камала Харрис, другой политик, которая сейчас строит имидж оторвы, 59 лет, молодица, не самая состоятельная, то есть за ней, как вы говорите, идут там какие-то спонсоры, которые ее направляют, она вам не нравится. Почему? Потому что я не понимаю, что она предлагает в Украине, она ничего не говорит, только по приколу, и пусть остается так, как есть. А так, как есть, меня не устраивает. Хорошо. Трамп вообще не политик ранее, то есть это потомственный бизнесмен, который пришел в политику в большую не так давно, побыл президентом, теперь он стал политиком уже, но он является непредсказуемый, он вам нравится. почему? Потому что у него четко сформулированные цели, и он четко говорит о средствах, через которые он добьется этих целей. Он говорит о том, что он не допустит третью мировую войну и закончит войну в Украине. А четко говорит, как он это сделает? Да, он говорит, что он будет принуждать к миру и украинскую, и российскую сторону. Если Россия не согласится, она компромисс, не будет защищать территорию, он будет, он даст столько Украине, что Россия офигеет просто. А если Украина не пойдет и будет дальше козни строить, то мы ничего не получим и этой власти придется уйти. Он будет строить новую власть если с другой власть уже договариваться. Я просто хочу сказать, чтобы вы поняли, что никогда Трамп Украина не бросит. Он пробросит нынешнюю действующую власть. Поэтому Украина он просто вынудит уйти эту власть, сформирует новую и с ней уже будет решать вопрос. Поэтому тренд должен быть законченным. Понимаете? Чтобы люди понимали. Когда ой, Трамп придет, вы шо, он же сдать Украину, это шо, мы повыне идти на капитуляцию. Совдали образ. Нет, не будет. Не будет никакой капитуляции. Просто-напросто Трампа это действует у вас, который не пойдет ему на уступки, отодвинет. И у него, поверьте мне, опять пауза. И поверьте, все нормально. И поверьте мне, у Трампа для этого будут в качестве, в роли президента Соединенных Штатов все инструменты. Европа это наша. Вся Европа. Националисты наши говорят, Европа, я так не могу нечужительно к ним обращаться. Но Европа в смысле Европейского парламента, поверьте мне, будут за Трицей и Трампом еще, и Трицей и Орбаном еще бегать и перезберут под Трампа нового главу Европарламента. По-моему, еще все это увидим сами. Поэтому, от того, кто будет президентом в США много здесь, очень много здесь. Это очень важно. А за что вы Вэнса любите? Вэнса люблю, потому что Вэнс с точки зрения правозащитника, а я правозащитник и правник, видел его заявление по поводу гонения наукрыцких православных церковь с точки зрения защиты прав и религиозных свобод. Мне он импонирует. Только из-за этого? Нет, не только из-за этого. Мне нравится то, что он с региона штата Огайо, где находится так называемый ржавый поезд. То есть, в принципе, он такой, я уже говорил, наверное, а-ля донецкий парень. Или запорожский. Давайте так, Донецк не будем, а-ля запорожский парень, как и я. То есть, парень, который вырос там, где машиностроение тяжелое, меоторгия, горно-обладительный комплекс. То есть, вот это все тяжелая, трудная работа и при том, люди живут не очень богато. Ну, скажем так, Запорожье это трудовой город. Там много людей, которые здоровье, жизнь отдали и положили на этих Мартен, Домин, Коксахим, Днепрспецталь, Моторсич, ну, куча-куча предприятий. Укрографит, там, всех называть, даже тот старый, бывший алюминиевый комбинат. Ну, и генерация, и атомная, и все-все-все-все. А что взамен? Пришли олигархи, все приватизировали, яхты, лондонские квартиры, а люди нищенствуют и напишут. Я думаю, что Вэнс, он как раз прожив эту жизнь с бедности и достиг такого уровня, он понимает природу, философию простого человека. Это очень важно. Он не левый, он не социалист, в том смысле, как мы понимаем левый. Но у него, мне кажется, как раз обостренное чувство справедливости, а это очень важно для политика. Просто понимаете, меня почему задело? Меня задело как раз ваше мнение по поводу Вэнса. Вы его несколько раз уже проговаривали. И я понимаю, что можно человеку симпатизировать, потому что он вырос где-то на другом конце света, но приблизительно в похожей ситуации. Как вы сравниваете этот ржавый пояс и Донбасс. Запорожье. Я уже скорректировал. Я не из Донбасса. Ну, пускай как Запорожье, да, это не существует. Запорожье, да. Это важно. Ну, маловато это для того, чтобы симпатизировать политику. Я вам сказал первое. Это его позиция по поводу... А почему вы уверены, что это его позиция? Может быть, человека просто попросили по дружбе осветить эту тему. Почему вы думаете, что он вникает вообще о том, что он говорит, что он интересуется, что он последователен будет, что он завтра не передумает, когда почитает еще что-нибудь об этом? Поселение. Вот почему такая уверенность? У меня в айфоне есть текст, который я сам переводил с английского, прямой речи, Венца по поводу украинской православной церкви. Он это говорил в Сенате, когда у нас как раз шло голосование, первое чтение закон про запрет ОПЦ. И в это время он в Сенате говорил о том, что мы сейчас голосуем за помощь и нам говорят, что эту помощь надо дать, потому что Украина воюет за демократию, за свободу и права. Он выступал публично. Это публичное выступление. Слушайте, ну я сам в парламенте сижу. Ну, чтобы мне кто-то подошел и сказал, ты вот так скажи, а я буду совершенно другого мнения. Да все равно, чтобы придут соросяты и скажут, слушай, ну пожалуйста, пойди скажи, что вся наша политика финансовая, либеральная, направленная, ЛГБТ, ты за них, скажите, да я их пошлю дальше. Я поэтому и понимаю его как сенатор. Он, понятно, не парламентер, он сенатор, но все равно он в верхнем палате. Но он выступает и говорит, а в это время вы нам втираете, что они за права и свободу, а в это время они права и свободы, которые мы защищаем, в первую очередь религиозные, они нарушают там. И мы что-то закрываем на это глаза? Я это увидел и я по этому уверен. Я не на источнике там какие-то, я прямую речь переводил. Слушайте, отлично, ну я не спорю с этим совершенно. Разве этого недостаточно, Василий? Я удовлетворил ваш интерес? Или нет? Этого не может быть для меня достаточно или недостаточно, потому что журналистам всегда мало. Это ваша точка зрения. Я просто к чему? для меня, например, то есть... А я же не, а я же не переубеждаю о ничем. Я говорю про свои субъективные. А вы как, за кого хотите? Можете... Я вообще не могу там голосовать. Можете за Олафа Шольца, за Услуфа Можете за Олафа Шольца, там много, как за кого есть, за Макрона. Ну, поэтому... У меня субъективные... Я могу сказать... Мне нравятся те люди, как Трамп, как Корбон, извините. Вопросов нет. Я могу сказать свое мнение по поводу того же самого Вэнса, то есть, что я конкретно о нем думаю. Я не тайна, просто это как бы не мой бенефис. Мне кажется, что он очень интересный и перспективный политик. Мне кажется, что очень интересный и перспективный. Но в то же самое время, мне кажется, что его реальную точку зрения не знает сейчас вообще никто. Потому что на данном этапе своего становления и только выхода в высшую лигу он будет говорить все, чтобы понравиться тому или этому. Точно так же, как он абсолютно поменял свое мнение публичное относительно Трампа, потому что он стал частью его команды. А до этого он его сравнивал в 2016 году с Гитлером и говорил, что он идиот. Знаете, как Черчилль говорил, что все течет и меняется и только идиоты не меняются. Политики тоже может меняться мнение. Но она у него не поймала в противоположную сторону. Он просто когда не думает, он до сих пор так считает? Он когда по ПЦ, я уверен, что он так считает. Я про Трампа, что он его считает идиотом и похожим на Гитлера. Секундочку. Он давал эмоциональные окраски ему. Похоже, многих не слышал, про идиот услышал. В 16-м году? Пока он с ним не познакомился. У меня, между прочим, тоже есть много людей, которые во мне думали, что я там какой-то такой-сякой. Но когда они с нами познакомились, они полностью измерили во мне мнение. Вы должны понимать, что люди... Не спорю. Люди, когда человека знают на расстоянии, там где-то услышали, и когда они с ним знакомятся, это совершенно разные истории. Это не значит, что тот человек обо мне поменял мнение в противоположную сторону, потому что я его там в векторе возьмем. Нет, просто он не знал меня до конца, этот человек. Он не понимал меня. Меня многие люди хейтят только потому, что они не понимают на самом деле, что я имею в виду. Я сейчас могу конечно очень интересно завернуть вопрос. Сейчас говоря в том числе, сейчас говоря об Украине и о церкви, вы считаете, что он хорошо знаком с этим вопросом? Или так же, как с Крамом в 16-м году? Он давал оценку, правовую оценку, политическую оценку, действию, принятию закона проекта. Здесь нет субъекта личности. Здесь есть явление, фактор. И для этого не нужно особо разбираться. Но давайте, завтра, допустим, в Израиле будет приниматься закон, где назначат, сделают палестинцев, я не знаю, там виноваты в том, что там метеорит упал на землю. И мне нужно разбираться в их вопросе, чтобы понять, что этот закон будет античеловечный, антизаконный, нарушающийся все права и свободы. Коллективной ответственности, коллективной ответственности не может быть. Она была давно осуждена коллективной ответственности как мера воздействия. В Генеральной Ассамблее ООН во всех конвенциях отражена. Начиная еще даже там, еще до ООН, когда была Лига нации, еще тогда это было. все акты, которые были направлены, когда была депортация крыльцко-татарского народа, депортация советских немцев, дело врачей, когда назначали виновниками в заговор каких-то концепологических, когда евреи были назначены виноватыми во всех грехах и бедах в Германии. Ведь человечество это все осудило. Ну, это давно мы уже прошли, поставили точку. И тут, в Украине, появляются новые люди, начал это Петр Алексеевич, Патураев и Ткаченко, ну, это, понимаешь, одобрение президента Зеленского, начинают назначать коллективную вину на всех представителей Украинской Православной Церкви, потому что, типа, назвали их московскими попами, и они виноваты в войне. А такого быть не может. Если есть кто-то, кто призывает к убийству наших солдат, или там освещает войну, агрессию России, то есть и криминальный кодекс, индивидуальная ответственность и по закону она действует. А не надо корректировать. А что здесь знать? Ну, а что здесь знать? Человек, который вырос с убеждением, образованный, знает, как устроено международное право, тут далеко ходить не надо. Он сразу даст правильную оценку. Если это человек адекватный, вот такая будет реакция оккуренции. Ну, что еще доказывать? Вы можете меня как угодно так волосить лицом по крадам, нету такой цели абсолютно. Я исключительно спрашиваю, а вы как считаете, так и считаете. Это же вы считаете. Хорошо, давайте завершим тему Соединенных Штатов. В принципе, как вы считаете, на сегодняшний день высшее политическое руководство Украины переоценило свои ориентиры относительно того, с кем в Соединенных Штатах надо больше коммуницировать, с кем меньше? Отстранилось или все-таки будет на кого-то делать ставку? Я думаю, что в треке Китай Орбан будет и буфером будет выступать Дмитрий Клеба. Это уже мы увидели. А в треке продолжение общения с демократами будет Андрей Ермак. Окей. Разделят просто супа-субъектно, кто за что отвечает. Это все. Будут работать и в том, и в том. Я думаю, так. Принимается. Евгений, в начале эфира я там анонсировал несколько тем еще дополнительных по Украине. Собственно, тему нефтепровода мы так или иначе проговорили уже внутри разговора. Я думаю, что здесь добавить особо нечего. А вот вот эта вот история с найденным убийцей Фарион, недавним заявлением какой-то социальной сети, якобы каких-то радикалов какой-то группы и так далее. Как вы можете, вот если коротко, описать вообще, что произошло и почему произошло? с Ириной Фарион. Ну, помимо того, что у нас есть фактаж, есть убийство человека, да, есть убийство человека. Тут действительно есть какая-то конспирология, какая-то группа или сейчас просто этой ситуацией начинает уже пользоваться? мне, знаете, вот как юристу и человеку, который хорошо изучал криминальное право, ну, вот отвечать на такие вопросы я бы сказал бы так, вот как юрист. Я не знаком с материалами дела, поэтому что-то сказать, прокомментировать, но это как политик, учитывая резонанс, который произошел в Украине, да и не только в Украине, с убийством Ирины Фарионовна, такая была известная личность, неоднозначная, нужно все равно дать политическую оценку, поэтому я вам сейчас ее дам. Как политик, я официально заявляю вам, что я не признаю насилие как метод, я суждаю любое насильственное действие, тем более убийство и смерть человека, какая бы она ни была. Хотя я являлся абсолютно политическим оппонентом Ирины Фарион, она меня неоднократно чехвостила, удержительно относилась, называла как кем угодно, и говорила, яхцем уже будут и с таким прозвищем Шевченко, он такие вот русофил, и так далее, и так далее, ну то есть, мировоззрение у нас было абсолютно разное, но я как бы осуждаю ее убийство, никак абсолютно не считаю, что это хорошо, это и есть плохо, но скажу так, следующим политиком назидания, не порождайте зло и агрессию, потому что существует такая карма небесная, да, и может быть и как карма послали этого убийцу, хотя он тоже будет нести свой крест перед Господом Богом, я имею в виду не конкретно этого парня, потому что мы не знаем, виновен он, невиновен, может вообще это ошибка, я не знаю, я говорю, в принципе, убийца, что есть какой-то, кто тоже убил, его все равно достигнет кар, то что убийца, всегда, я верю в Бога, считаю, что это смертный грех, и все равно или он, или родственники, или дети, или там родители, ну или поколение, потом, они все равно будут получать за это со своего возмездия, но не стоит переходить границы и сеять зло, тем более вражду, которую, Ирина Фарион села внутри украинского народа, народа Украины, я скажу конституционными словами, у нас нет украинского народа, у нас есть народ Украины, народ Украины по конституции, это все граждане разных национальностей, так и записано, поэтому, вот, неудоукраинец, там, расширен, ну это все было отродительно мерзко, и я думаю, что с точки зрения божества, да, Господь ее наказал, послав ее убийцу, вот этого, то есть, он не специально, Бог не может убить, Бог добр, он не сеет зла, но, всегда есть добро и зло, и если, посылает на самом деле, вы знаете, да, антипод дьявола, Бога, если ты не веришь, дьявола, то ты не веришь Бога, то есть, существуют всегда злые силы и добро силы, и если ты вразнивал Бога, Бог от тебя может отвернуться, и дьявол как раз, то убийцу и послал, потому что Бог в это время отвернулся, от человека, который сила зла, он занимался теми людьми, которые несли добро, нам вообще, мне кажется, нужно заводить трек такой и бороться за мир, у нас почему-то все агрессивные, я сейчас просто уже за всех обобщу, там, вот, радикалов, у них такой тренд, 10 лет, чем ты больше там ворнякаешь, кричишь, громче, какие-то эпитеты такие уничижительные применяешь, то люди тебя начинают смотреть, слушать, ты становишься интересным. Ветерина Фарион набила себе популярность, известность, благодаря, ну, скажем так, злой вражде определенной, не тем, что она сеяла добро, понимаете, нам нужно меняться, нам нужно создавать условную партию мира и бороться за мир, и быть смелым в достижении мира. Почему мы должны бояться всех этих радикалов, бояться, что нас постоянно там зрадниками называют, работающими, то на ФСБ, то на Рашку, то еще на кого-то, только потому, что мы люди с другим мировоззрением. Ну, то есть, мы хотим добра, мы хотим мира, мы хотим компромисса, мы хотим найти те условия, которые устроятся в все стороны, понимаете? Может быть. Потому что, потому что любой, любой мир, самый плохой, он все равно лучше, чем хорошая война. Точка. Окей, ответ принимается. В конце каждого выпуска я прошу своих гостей дать какую-то, любую, абсолютно позитивную новость. Расскажите, что это хорошее. Ну, запустили энергоблок атомный, один, и мы уже наблюдаем сейчас улучшение ситуации с электронами, хотя ДТЭК заявил, что завтра с утра, там до полуночи будут отключения. Почему-то не знаю, чем-то связано, ремонтная работа какие-то. Вот, то, что, то, что Кулеба поехал без сопровождения в Китай, хорошая новость, хорошая. Открылся трек, хотя его выставляют буфером для хейта людей, представители партии войны, которые, говорят, ни о каких паре моментам, тики до пауки рашками разрушатся. Ну, то есть, у них все построено на эмоциональном, у них нет рационального звена в этом всем. Это хорошая новость для людей, для которых мира. Я даже больше уверен, что этот трек провалится, что в итоге там, что в итоге Кулеба где-то на каком-то этапе это застрянет, забуксует. Но сама попытка, то, что Орбан сделал, то, что были эти треки, это уже позитив. Это говорит о том, что уже где-то в этом темном туннеле лучики света пробиваются, которые, в которых лучиках написано, скоро будет мир, война скоро закончится. А я уже повторял не раз и повторю в эфире. Война закончится в фигуральном значении, не привязываясь к дате. Это такая дата. Она больше имеет характер, ну, как это правильно сказать, обозначающий какое-то событие. Это 20 января 2025 года. Это будет условная дата окончания войны. Плюс-минус, ну, вы поняли, она привязана к инноврации Дональда Трампа. А если выиграет выборы Камала Харрис, трудно предсказать, чем все закончится, но думаю, что не очень хорошо. Не очень хорошо. Поэтому, молите Бога, все, мы не можем повлиять на то, как будет проходить выбор с Инна Штатом, мы можем только наблюдать, давать свои субъективные оценки, но молитесь Бога, чтобы выиграл Дональд Трамп. Потому что Дональд Трамп точно Украину не оставит бедей и точно принесет нам мир. А Камала Харрис, мне кажется, будет продолжать выполнять решения коллективные. И эти коллективные решения, они точно не будут, скажем так, услышаны, вернее, не будут учитывать мнение народа Украины, большинства народа Украины. Окей, спасибо за ответ. Те, кто симпатизирует демократов, они говорят точно так же, только наоборот. Молитесь, говорится, демократов, не дай Бог Трамп. Ладно, история покажет, как оно будет у нас, ребята, в будущем. У нас нет шанса с вами не увидеть. Но, смотрите, они же это делают исходя из субъективного. Если придет Трамп, в переводе на нормальный язык, то нам, демократам, трындец. Он, блин, тут нам порядки наведет. Электорат подчистит нам, кто-то сядет, за все эти политические преследования. Многие социальные сети полетят в БАН за то, что в БАН отпускали его и лишатся всяких преференций. Всякие там фейсбуки и так далее. Все эти вот соросятнинские мейнстримы. Влияние эти сети потеряют на Европу. Европа немножко остряхнется и главенствовать будет не Антан, не Макрон будет главным в Европе, а другие государства. Вы уже знаете, они будут вот о чем идет речь. И вот это для них хаос, для них это смерть, политическая. Беспризорщина обойдет у нас здесь. Вот сосед мой Петр Алексеевич недалеко от меня беспризорником останется и пойдет на пенсию политическую. за ОПЦ. За ОПЦ. Да у него миллиарды там, здрасте. Вот знаете, сегодня я разговаривал с женой, она мне очень много книг читает. Сегодня она читала какую-то книгу, привезла, она такая интересная, описывает психологию всех лидеров мира. И там вот она дошла до Сталина. И там Сталина описывает положительные, там ситуации с негативной, какой он был тиран, деспот там. Ну там написано, как вот, как написано, как была каторгой для Хрущева, домашние вечеринки у него на даче, где, выпивши вина, Сталин заставлял Хрущева танцевать АПК. Я ей говорю, слушай, ну вообще, ты историю знаешь, говорю, культ личности Сталина развенчал как раз Хрущев. У него была личная неприятность Сталина. Вот. И все началось с Хрущева. До Хрущева все думали, что Сталин это отец нации, идеальный человек, который спас страну, выиграл там войну, нацизм, фельдмаршал и Советский Союз. Ну давайте так, откровенно, после Сталина стал мировым игроком. То есть он был субъективен, как гегемон, как равный Союзштатам. И в принципе основа развития Советского Союза потом в промышленности, экономике, благодаря тому, что Советский Союз выиграл войну и был победителем. Вошел в Совет Безопасности в ООН, Украина, кстати, вошла благодаря Сталину в Совет Безопасности в ООН к оборонизации. А в Совет Безопасности был СССР. Понимаете? Ну нет, это факт. Это факт. Это просто я к чему, потому что эта тема приезжала в отдельного эфира. Да, я просто хочу закончить, к чему я это все говорю. Так вот, можно разное на Сталина говорить, что угодно. Он был деспот такой-сакой, его там осудили и СССР, и Россия тоже, его осудила его режим. Но когда он умер, у него на книжке было 3000, что-то там, 400 рублей, драные сапоги, он даже на следствии следить не оставил. Давайте посчитаем, сколько наши президенты после своих окончаний, что у них сетья, миллиардеры, сами миллиардеры. Вот это вот, вот это вот важный момент. Вот это вот важный. Можно рассказывать про ценности, про активности твои. Но почему-то у тебя нищий народ, а у тебя миллиарды. Вот на этом давайте закончим наш эфир, потому что Василий, но это факт, от которого не уйдешь. Нельзя жить в стране, где вокруг тебя нищие, а ты с миллиардами. Надо, чтобы все росли. Давайте на этом и закончим. Евгений, вам спасибо большое за уделенное время, за интересные ответы. Аудитории нашей, которая нас до этого момента досмотрела, вам тоже огромное спасибо. Спасибо, что вы поставили лайк, наверняка, что вы напишите сейчас еще один комментарий уже со своим видением. Может быть, поспорите с нами, где-то обязательно прочитаем. Подписывайтесь на канал, в том числе подписывайтесь на социальные сети Евгения, которые есть прямо здесь в описании под видео, вы их найдете. Там можете и в чате подискутировать непосредственно с Евгением и почитать его мысли и по другим вопросам. Вот, заулыбался Евгений, что-то не дискутирует он в чате, да? Или дискутирует? Подписывайтесь на телеграм-канал вот так. Я понял. Нет, я имею в виду, ну вот, в рамках телеграм-канала и подискутируют. Все, от меня вам большая благодарность всем, ребят, подписывайтесь на канал, кто захочет поддержать канал, непосредственно реквизиты канала есть в описании. Все, берегите себя, всем добра. Спасибо, Василий, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok